МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон простуд. Врачи рекомендуют защитить здоровье заранее. Царица игрушек. Выставка авторских кукол открылась в Ангарском музее. И Ермак на пятой строке турнирной таблицы. Домашняя встреча закончилась очередной победой. В эфире новости. С основными событиями дня вас познакомлю я, Евгения Шильникова и мои коллеги. Накануне встречу с журналистами провел избранный губернатор. Сергей Левченко обсудил итоги голосования и рассказал о том, что намерен сделать в первую очередь. У нас есть большая задача довести до ума законодательство по поводу правительства Иркутской области. Там есть подготовлены несколько предложений, поправок, которые нужно выносить на ближайшее заседание законодательного собрания. Я сейчас внимательно изучаю повестку и те вопросы, которые выносятся. Их, как всегда, много. 43. И постараюсь, ну, по крайней мере, первое время быть на сессии законодательного собрания. Я считаю, что губернатору на сессии законодательного собрания желательно быть как можно больше и как можно чаще. Для того, чтобы лучше понимать, какие вопросы ставятся депутатами разных фракций. Официально глава региона будет утвержден после того, как в обл. избирком из районов поступят все протоколы. Инаугурация должна состояться в первых числах октября. Счастлив, что на протяжении трех с половиной лет смог послужить родной области. Такое признание прозвучало на пресс-конференции теперь уже бывшего губернатора области. Сергей Ерошенко рассказал, что он всегда обращался за поддержкой к жителям региона. И благодаря этому сумел достичь результатов. В непростой экономической ситуации нам удалось сделать все для того, чтобы и бюджет, и сама Иркутская область стабильно имела вектор развития. Мы имеем на сегодняшний день 105,7% промышленного роста. Мы стабильно получаем инвестиции на сегодняшний день. Мы участвуем во всех программах. И при этом нам удалось удержать приемлемый государственный долг. Порядка 14 миллиардов. Он один из лучших в России. Экс-губернатор поблагодарил тех, кто поддержал его на выборах. И пожелал новому главе региона наращивать темпы социально-экономического развития. В планах у Сергея Юрошенко отдохнуть и побыть с семьей. ДТП с участием рейсового автобуса произошло сегодня днем. На пересечении улиц Горького и Гагарина легковой автомобиль не уступил дорогу общественному транспорту. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса применил экстренное торможение. В салоне упала женщина-пассажир. Она получила травмы и обратилась за медицинской помощью. В связи с наступлением сезона респираторных вирусных заболеваний врачи рекомендуют взрослому и детскому населению Ангарска пройти вакцинацию против гриппа. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Процедура эта абсолютно бесплатная. Детские поликлиники – это вторая, четвертая поликлиника. И городская больница, больница скорой медицинской помощи. Во всех при вакцине имеется в достаточном количестве. Отметим, что сейчас стационарное лечение проходит около 20 человек с респираторными вирусными заболеваниями. Основная масса заболевших к врачам не обращаются, предпочитая средства из домашней аптечки. Однако о превышении эпидемиологического порога говорить пока рано. За картой с комфортом. После ремонта регистратуры в больнице скорой медицинской помощи запись к врачам не займет много времени. Довольны и медики, и пациенты. А в скором времени в учреждении должны сократиться и очереди. Подробности в нашем следующем сюжете. Последний раз ремонт здесь был 30 лет назад, говорят медработники. И добавляют, что ждали не зря. Теперь картотека находится в отдельном помещении. А вместо громоздких деревянных шкафов – компактные металлические конструкции. На поиск карточки пациента уходит несколько минут. Это диспетчерский пункт. Здесь принимают все поступающие вызовы. Ранее он находился в соседнем помещении, а теперь стало значительно комфортнее. В обновленной регистратуре стало светлее, просторнее, много места. А еще в обновленной регистратуре стало тише. Глухие деревянные перегородки заменили на пластиковые. И теперь регистраторам и пациентам не нужно кричать, чтобы услышать друг друга. С ремонтом в БСМП управились за полтора месяца. Сейчас приступили ко второй части проекта – введению электронной очереди. Будет стоять терминал. В терминале будут выведены услуги, которые пациенту необходимо выбрать. Если пациент, допустим, выбирает прохождение медицинских осмотров, он нажимает на данный раздел этой услуги, получает талончик и проходит тому окно, которое этим занимается. Похожие терминалы находятся в банках или налоговой. Таким образом, считают в больнице, регистраторы смогут быстрее обслужить пациентов. Электронная очередь введена в ряде больниц Иркутска. В Ангарске новая услуга только начинает реализовываться. Проект дорогостоящий и планируется, что такие терминалы появятся в БСМП в следующем году. Яна Попова, Елена Мильви, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ангарск готовится к 65-летию. Накануне юбилея в городе приводятся в порядок здания, улицы и парки. Сейчас подрядная организация приступила к ремонту ангарских ворот, что расположены в центре на улице Ленина. Архитектурная композиция является одним из ангарских символов. По словам работников строительной организации, колонны оштукатурят и покрасят. Ремонт должны закончить до 20 октября. Ликбез по проблемам ЖКХ проходил в ресурсном центре. Бесплатный семинар для управдомов организовали специалисты жилищного контроля. Среди главных тем – коммунальные тарифы, капремонт и благоустройство. Основная задача занятий – повысить правовую грамотность ангарчан в сфере ЖКХ, организовать их эффективное сотрудничество с управляющими компаниями. Получив информацию у специалистов, организации участники семинара передадут ее другим собственникам, живущих с ними по соседству. Об истории комбината из первых уст в музее АЭХК состоялся открытый урок для учащихся Росатомкласса. Молодежь пообщалась с теми, кто начинал колоссальную работу по закладке фундамента атомного могущества страны. Мероприятие проходит в рамках празднования 70-летия атомной отрасли. Тему продолжит следующий материал. Открытый урок начинается с просмотра фильма о Викторе Федоровиче Новокшенове. Многое о первом директоре АЭХК и о самом предприятии учащиеся Росатомкласса узнают впервые. Дополняют историю создания и развития комбината «Воспоминания ветеранов». Старшее поколение рассказывает о сложном производстве, о пуске новых объектов и о том, как в конце 50-х начинал работать один из лучших комбинатов в стране. Анатолий Лавилин, трудовой стаж которого 47 лет, вспоминает, что предприятие гремело. Химический завод к середине 70-х годов увеличил проектную производительность в 4 раза. Развитие атомных технологий стало главной инновацией прошлого века. На сегодняшний день отрасль представляет собой мощный комплекс из более чем 400 предприятий. Ангарский электролизный комбинат занимает важное место в структуре отрасли. Предприятие сумело сохранить свой производственный и человеческий потенциал. А позиции по переработке уранового сырья по-прежнему устойчивы. Предприятие сейчас стабильно работает. В этом году мы заработаем больше, чем в прошлом году прибыли. Свыше 867 миллионов мы заработаем только чистой прибыли. Вот с прошлым уже правительством области была достигнута договоренность. Мы подписали соглашение. Были договоренности по поводу развития общепромышленной деятельности, так называемого, этого кластера. Мы порешали вопросы по развитию Зашихинского месторождения, где мы считаем, что для нас будет сырье для дальнейшего производства необетантала. В честь 70-летия отрасли на ИХК чествовали ветеранов. Старшие поколения атомщиков наградили благодарственными письмами от комбината и госкорпорации. И много теплых слов прозвучало в их адрес. Хотелось бы поздравить, конечно, работников комбината, которые сегодня производят своими руками то, что мы должны делать. Поэтому счастья, здоровья, благополучия семьям. Поэтому большое спасибо за ваш труп, уважаемые бывшие работники АИХК и действующие работники. Спасибо вам. В заключении генеральный директор заверил ветеранам, что дело, начатое ими, будет жить еще долгие-долгие годы. Десять воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вернулись из поездки в Москву. Ребята приняли участие во всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Сияние России». На суд жюри ангарчане представили танцевальные номера «Катюша» и «Путь-дорожка», которые подготовили вместе со своими педагогами. Очень много эмоций. Это не передать просто словами. Это ощущение, когда ты просто в столицу едешь, там очень много красивых мест. Мы побывали в самых, наверное, красивых местах, где только можно было. В конкурсе приняли участие 29 команд со всех регионов России. Наши ребята заняли достойное пятое место. Выставка под названием «Мой мир прост» открылась в Ангарском музее минералов. Четыре рукодельницы, две из них впервые, представили на суд большого зрителя авторских кукол. Анна Чистякова, Елена Новокрещеных и Светлана Полохова работают в художественных школах города. А для сотрудника музея тальцы Дины Курочкиной куклы – это хобби. Выполнены в совершенно разных техниках. Они, в основном, конечно, из природного материала. Я лично представила традиционную тряпичную куклу, а также куклу примитивой. Дело в том, что я давно ими занимаюсь, и обычно я выставляю только традиционную русскую куклу. А здесь у нас появилась возможность меня с моими подругами выставить и показать то, что мы умеем. Ну, в том числе разбавить это немного живописью в разных техниках. Посмотреть работы кукольниц можно ежедневно с 10 до 18 часов. Выставка продлится до ноября. Очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги на Ангарском льду завершился победой Ермака. Оранжевая дружина переиграла на домашней площадке пермский клуб «Молот Прикамье» со счетом 3-0, что позволило нашей команде переместиться на пятую строку в турнирной таблице. От тройки лидеров Ермак отстает сейчас всего на одну очко. В продолжение темы наш следующий сюжет. До начала матча Сибиряков и Уральцев в турнирной таблице разделяло одно очко. И стояли они рядышком на 10 и 11 местах. Расклад сил позволял обеим командам сыграть на равных. Но более мотивированный Ермак на глазах своих фанатов не имел права играть вторым номером. Волны ангарских атак до 13-й минуты сдерживал голкипер «Молотобойцев» Павел Болсуновский. Но и он капитулировал после того, как молодой ангарчанин Илья Берестенников заковырял, затолкал шайбу в сотолоке у ворот Пермяков. Во втором периоде игра выровнялась. Хорошо потрудились оба вратаря. Но за три минуты до сирены бросок капитана Сибиряков Романа Попова от синей линии немного подкорректировал Максим Юшков. Подставленная клюшка поменяла траекторию и вторая шайба влетела в сеткуровских ворот. В середине третьего отрезка казусный гол забил Олег Приданников. Ермак играл в меньшинстве. Нападающий ангарчан поехал меняться. И бросил с разворота в сторону ворот Молота. Бросок получился на славу. Резиновый диск влетел в верхнюю правую девятку. Такие шайбы не берутся никогда. 3-0. Сегодня у нас сыграли слабо все линии, кроме вратарской. То есть просто оставили вратаря, сколько он там где-то подтащил. Все те голы, которые забиты, это все следствие наших же ошибок. Команда держала вторую победу подряд. Денис Францкевич заработал второй сухарь в сезоне. И Ермак поднялся на пятую строку в турнирной таблице. Неплохой матч с нашей стороны за исключением пяти минут последних второго периода, где было просто какое-то оцепенение со стороны наших хоккеистов. Здорово, что сыграли на ноль, но это заслуга нашего вратаря. В среду ангарчане ждут на рандеву Нижнетагильский спутник, которому после казахстанско-сибирского выезда нечего терять. Ну что ж, тем интереснее будет хоккей. Роман Караваев, специально для информационной программы «Местное время». Далее в программе прогноз погоды. А у нас пока все. Хорошего вам дня.